Музей закрыт. Я на месте. Пронесло. А вот и колечко. Музей. Ух ты! Эх, пацан. О, Виктор, посмотри. Тот самый грязный щенок, что вел твой бумажник. У тебя нет шансов, сынок. Давай сюда. Ну, кольцо. Какое? Кэтрин! Кем ты себя возомнил? Ты просто жалкий, немытый попрошайка. Ты не достоин касаться этого. Кэтрин, ты в своем уме? Он ребенок. Взять его! Поймать мальчишку! Ну, все. Кольцо у него! Выноси дверь! Ну, все. Хочет уйти по крыше! Лови его! Цель! Ломай дверь! Пусти! Вот засада! Сделано все очень круто просто. Да кто они такие? Музыка соответствует происходящему. А ну иди сюда, щенок! Что? Все, пора его пристрелить! Они что, стреляют? Он сюда побежал! Уходи, парень! Попался! Извините, простите. Прошу прощения! Эх ты, недоносок. Принесло. И кто у нас тут? Не ушибся. Не надо бояться. Закрой глаза. Больно не будет. Не бойся, парень. Расслабься, парень. Тут безопасно. Ешь. Ну ладно, раз не хочешь. Что вам нужно? Хоть бы спасибо услышать. Между прочим, я спас твою шкуру. Спасибо. Что с этого вам? Ну, вы ведь вор, так? Ищите выгоду. Да уж, трудно, ребёнок. Как попал на улицу? Нет уж, мистер. Извините, я вас не знаю. Легко исправить, Виктор Салливан. Теперь было бы вежливо представиться. Ладно. Скажи, хоть чем тебе приглянулось это кольцо? Оно моё, фамильное. Я просто его забрал. Фамильное кольцо Фрэнсиса Дрейка? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, парень, но у Дрейка не было наследников. Никаких детей. Ну, от жены в Англии и правда не было. Умный малый. Дай взглянуть. Ну, брось, парень. Если бы я хотел его отнять, я давно бы это сделал. Спасибо. Что написано? Парвис Маг... Сик Парвис Магна. Значит, Великое начинается с малого. Это его девиз. Да? Кольцо подарило ему королева Елизавета после того, как он вернулся из кругосветного плавания. Она посвятила его в рыцаре. Этому ты явно не на улице обучился. Откуда такому пацану знать латынь? Ну, монашки заставили. А, то есть ты был в пансионе. Красивое название. Ладно. И что ты там затевал со своим кольцом и этой астроляпией? Это вы скажите. Вы работаете на них. Ну, парень, клиент заказывает вещи, я достаю за деньги. Я не задаю вопросов. Просто работа. Такая милая дама. Что уж там. Наверняка, я уже уволен. Ну, ладно. Во-первых, это не астролябия. Это устройство для чтения шифров. Вот, глядите. Огибая земной шар, Дрейк шел через Ост-Индию и утверждал, что шесть месяцев шел отсюда досюда. Ну, и что? Такого не может быть. У хорошего моряка этот путь занял бы от силы месяц. Он явно что-то скрывал. Что-то важное. Например? Например, тайное задание Ее Величества. Или спрятанный клад из награбленных несметных сокровищ. Вот. Ты думаешь? Уверен. И это твое устройство как-то с этим связано? Я вам зуб даю. И теперь оно у Марлоу. Оно бесполезно. Без ключа. Патовая ситуация? Пока да. Ты не сказал, как тебя зовут. А вы не сказали, что вам от меня нужно. Ладно. Слушай, ты самородок. Но надо учиться. Оставайся со мной, и я тебя обучу. Спасибо. Мне и одному живется неплохо. Да уж. Вижу. Давай-ка попробуем еще раз. Друзья зовут меня Салли. Натан Дрейк. Нейт. Дрейк, да? Ну ладно. У нас с тобой большое будущее. Далеко пойдем. И... уехали. Ну, парни... О, Чарли. Ты бы хоть глушитель поставил. Салли. А как же спецэффекты? Да уж. Давай-ка. Здесь вот-вот будет полиция. Спецэффекты. Бить можно было и полегче, Чарли. Да я тебя легонько стукнул. Дубовой башкой. Ну ладно, признаю, немного увлекся. Да уж. Сам просил, чтоб все было натурально. С ним шутки плохи. Так, красотка, они на подходе. Не упусти. Уловка сработала. Как думаешь, быстро они распознают фальшивку? Не важно. Главное, мы их выкурили. И теперь найдем их дыру. Ну что ж, друзья, очередная глава подошла к концу. Уверен, вам интересно так же, как и мне. Не забывайте ставить лайки и увидимся в самое ближайшее время. Всем пока.